Культурное наследие предков и творческий потенциал современников. Знакомство Станислава Воскресенского с Фурмановым началось с Дворца искусств. Вот небольшая экспозиция посвящена творчеству советского поэта, уроженца района Михаилу Дудину. Глава региона даже бегло пролистывает одну из его книг. А вот уже другое издание – ситцевые сказки, сшито фурмановскими мастерицами. Ну и, конечно, никуда без местного бренда. Середа, так раньше назывался Фурманов, родина Бабы-Яги. Так вот, как память о сказке, а это вот, если вдруг за память, это к нам, приезжайте. Творческие объединения, которые функционируют при Дворце искусств, посещают около полутора тысяч жителей района. А с прошлого года у фурмановцев появился еще один повод бывать в этом месте чаще. На средства гранта Фонда кино был оборудован кинозал. Шесть дней в неделю, как минимум три сеанса у нас показывается. Выходной день только один – это понедельник. В принципе, популярностью пользуется постоянно, но основная масса ходит в выходные дни и в пятницу вечером, можем так сказать, когда все на выходные ходят. Станислав Воскресенский попросил особое внимание уделить противопожарной безопасности, ведь проблема касается не только торговых центров, но и всех мест с массовым скоплением людей. Но надо проверить не только торговый центр, а везде, куда ходят люди. Особенно кинотеатр. Вы помните, там основное несчастье случилось-то именно в кинозалах. Грант на новое оборудование составил 5 миллионов рублей. Это едва ли не единственная возможность на данный момент открыть в городе кинотеатр. Кстати, прежние кинозалы были закрыты еще в 90-е годы.